Интересные факты. Выпуск 18. Гематоэнцефалический барьер. Фильтр для головного мозга. Гематоэнцефалический барьер от древнегреческого родительного падежа «кровь» и древнегреческого – головной мозг. Физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. ГЭП имеет все позвоночные. Главная функция ГЭП – поддержание гомеостаза мозга. Он защищает нервную ткань от циркулирующих крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную. ГЭП выполняет функцию высокоселективного фильтра, через который из артериального русла в мозг поступают питательные биоактивные вещества. В направлении венозного русла с лимфатическим потоком выводятся продукты жизнедеятельности нервной ткани. Вместе с тем наличие ГЭП затрудняет лечение многих заболеваний центральной нервной системы, т.к. он не пропускает целый ряд лекарственных препаратов. Функции Масса головного мозга человека составляет приблизительно 2% от массы его тела. При этом потребление кислорода центральной нервной системы составляет 20% от общего потребления кислорода организмом. Также, в противоположность другим органам, мозг обладает наименьшими запасами питательных веществ. Нервные клетки не могут обеспечить свои энергетические потребности путем одного лишь анаэробного гликолиза. Прекращение поступления крови к мозгу в течение нескольких секунд приводит к потере сознания, а через 10 минут наступает гибель нейронов. Такие энергетические потребности головного мозга обеспечиваются за счет активного транспорта кислорода и питательных веществ через ГЭП. Нормальное функционирование мозга возможно также лишь в условиях электролитного и биохимического гомеостаза. Колебания PH, концентрация калия в крови и других показателей не должны влиять на состояние нервной ткани. Циркулирующие в кровеносном русле нейромедиаторы не должны проникать в нервную ткань, где они могли бы изменить активность нейронов. Также, мозг должен быть защищен от попадания в него чужеродных агентов, таких как ксенобиотики и патогенные микроорганизмы. ГЭП – это также и иммунологический барьер, так как он непроницаем для многих микроорганизмов, антител и лейкоцитов. Система кровеносных сосудов центральной нервной системы имеет ряд структурно-функциональных особенностей, отличающих их от сосудов других органов и тканей. Эти особенности обеспечивают функции питания, выведения продуктов жизнедеятельности и поддержания гомеостаза. Нарушения ГЭП могут вызывать поражение центральной нервной системы. Целый ряд неврологических заболеваний напрямую или косвенно связан с повреждением ГЭП. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Факс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!